Здравствуйте. Так как я все же по призванию родийный персонаж, я бы хотел начать с рассказа об одной композиции музыкальной. Посмотрите на этот слайд. Если сейчас кто-то в зале поднимет руку, поняв, что на нем имеется в виду, я этому человеку подарю подарок. Вот прям сразу после его выступления. Ну, нет так нет, ладно. В 98-м году... А? Вунегу, да, отлично, отлично. В 98-м году Баз Лурман, знаменитый кинорежиссер, вы можете знать его по таким фильмам, как «Великий Гэтсби», «Мулен Руш», записывал музыкальный альбом, куда вошла семиминутная композиция на слова, которые Баз Лурман думал принадлежат Курту Вунегу, ту знаменитому фантасту, который якобы обращался к выпускникам MIT. Позже выяснилось, что на самом деле это была газетная колонка «Мэри Шмич», вот она на третьем слайде, она потом позже получила пульверцеровскую премию за текст под названием «О пользе солнцезащитного крема». Это прекрасное совершенно получилось произведение, и сам текст, и музыка, которая из этого всего вышла. Я очень рекомендую послушать его, и англоязычный вариант, и русский перевод в исполнении Алекса Дубаса, и «Елки», который был где-то, по-моему, в 2000-х записан. Но из этого текста, который растащили буквально весь на мотивирующие цитаты, я хочу взять только вступление про то, что все, о чем я буду рассказывать в ближайшие 10 минут, все эти тупые истории, они основаны только на моем небогатом жизненном опыте. Я здесь случайно оказался, и в какой-то момент охрана меня отсюда обязательно выведет. Так вот, как меня представили, я человек, который купил старую воднопорную башню за бревестником, и уже много лет занимается ее перепиливанием, но помимо этого в моей жизни были всякие другие события. Возможно, кто-то может знать мое имя по работе на радио, кто-то может знать меня как человека, который подключал в Томский интернет, потому что на каком-то раннем этапе мы тянули локальные сети, меня попросили какой-нибудь слайд по этому поводу вставить. Это самый концептуальный слайд, который я нашел. Там на крыше нахожусь я, и веревкой я поднимаю огромный тяжелый стальной ящик, в котором в будущем будет на чердаке располагаться сетевое оборудование для жителей вот этого дома. Это Пушкино 27Г, как сейчас помню. Это, в общем, описывает то, чем мы занимались. Некоторым малым образом я принимал участие в создании того, что было известно как Тонет. Сейчас это уже другая эпоха, и никто таких названий, Донет, Ветнет, Скальпнет, Ультранет и многие другие уже, конечно, и не вспомнит. Я и не надеялся, ладно. Так вот, хорошо. Значит, в 2001 году я поступил в ТГУ на очень смешную специальность. Она называлась «Государственное регулирование национальной экономики». Мама всегда надеялась, что у ее сына будет непыльная работа в офисе с высокой зарплатой. Я всю жизнь реализовывал свои мечты и разбивал мамины, к сожалению. На первом курсе я устроился на радио, на втором курсе я вот начал заниматься вот этим сомнительным всем, и был не уверен, что вообще закончу свое образование, но закончил. Вот это единственный снимок, который подтверждает документально. Я сам иногда смотрю, не в силах поверить. Но да, я выпустился с бюджетного отделения ТГУ, с эконома, вот по этой удивительной специальности «Государственное регулирование национальной экономики». Через 10 лет кто-то на экономе поймет, что в стране нет такого спроса на министров финансов, и эту специальность закроют наконец-то. Но выпустилось много таких совершенно неприспособленных к жизни персонажей, как я. Закончив университет, я поехал в Москву, надеясь стать там знаменитым радиоведущим, что не получилось, ну или хотя бы устроиться куда-нибудь на нормальную работу. Нормальной работой на две недели стала стажировка в фармацевтическом дистрибьюторе «Протек». Это крупнейший российский фармацевтический дистрибьютор. За две недели я понял, что никогда в жизни не буду работать в офисе и заниматься теми вещами, которые мне не нравятся, но кое-чего достиг. За эти две недели моим крупнейшим профессиональным достижением стала систематизация таможенных документов на ввоз в Россию партии «Виагры» на 75% от всего ее годичного объема в 2006 году. Мужчины, не благодарите. Вскоре после этого я вернулся в Томск и снова начал работать на радио и заниматься сетями. Мама была просто в ужасе. Но как-то так получилось, что все взлетело. И в 2007 году я купил себе машину «Мечты», первую в Томске красную Audi TT. Гордился невероятно. Нет, ребят, ну правда, ну нет, нет, нет. Год спустя, в 2008 году мы очень удачно на пике продались «Тамтелу». Там тогда многие сериями продавались «Тамтелу». «Тамтел» сам собирался продаваться и через 10 лет все-таки в конечном итоге продался. И я был уверен в 2008 году, что никогда в своей жизни я больше не буду нуждаться в деньгах. Прекрасное, наивное время. Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что никакого расчета, никакого понимания, никакой даже бизнес-хватки в этом не было. Просто очень сильно повезло. Я как-то так вот угадал с тем спросом, со взрывообразным ростом домашних подключений к скоростному интернету. Если у вас сейчас дома есть скоростной интернет, то вот в какой-то момент вы насыщали рынок, и благодаря вам я когда-то купил этот автомобиль. Да. Прошло некоторое время, я начал тратить эти деньги. Это было несколько лет тоже таких интересных инвестиционных решений, в результате которых, например, на мое имя существовало в Чешской Республике юридическое лицо. Там многочисленные поездки в Европу. А вот это я прохожу ускоренный курс парашютного спорта в 2009 году. Там тоже есть интересная история про то, как я падал из заглохшего самолета, но про нее я как-нибудь потом вам расскажу. И деньги в какой-то момент кончились. Я продолжал как-то так, не размышляя, совершать импульсивные поступки. Их было много таких, но прославил меня, наверное, поступок, который я совершил в начале 2013 года. И это всегда было для меня немножко обидно. Я работал, блин, на радио. Почему люди знают меня как того психопата, который выкупил вот эту старую водонапорную башню? Я не понимаю. Это вот 2012 год. Я только что сломал окно на башне и тащу стремянку. Я там пофотографировал внутри эти жуткие развалины и понял, что я хочу там жить. Тогда, в 2013 году, мне казалось, что сейчас вот пара лет работы, миллион заемных денег, и я перееду жить в башню. Прошло 6,5 лет. Прошло, сейчас страшно даже представить, что-то около 7 миллионов рублей. И в башне по-прежнему продолжается ремонт. Вот так она выглядит сейчас. Это совсем такой свежий снимок. Я со своей склонностью к стратегическому мышлению, к планированию продолжал брать заемные деньги в какой-то момент на то, чтобы... Я брал кредиты на то, чтобы платить по кредитам. Естественно, это все не могло не посыпаться. И оно все посыпалось в 2015 году. И у меня был такой очень неприятный период в жизни, когда я много общался с банками, которыми я должен денег, много общался с коллекторами, которые были уверены, что я им должен денег. Я познакомился со своим районным судебным приставом. У нас теперь прекрасные отношения с ней. Никому не пожелаю, конечно, такие знакомства заводить. Но в итоге все-таки как-то худо, бедно я выгреб. Но в этом нет никакой моей личной заслуги. Только благодаря моим прекрасным друзьям мне удалось реструктуризировать долги, сделать самые критичные выплаты, устроиться на хорошую, высокооплачиваемую работу в офисе. Мама в кои-то веки была вполне довольна таким решением. И количество набитых шишек, полученного опыта, оно было огромным. Я попутно, нечаянно построил рядом с башней здания вот это вот. Это тоже была вынужденная мера. И оказалось, что строить, во-первых, интересно, во-вторых, как-то так увлекательно, в-третьих, в принципе, интересный опыт. И вот сейчас, в этом году, несмотря на хорошую работу с большими перспективами, я решил снова сунуться в строительную аферу. И вот мы сейчас тут с вами сидим, в этом уютном зале. А в поселке Просторный 5 человек, это вот сегодня сделанная фотография, 5 человек разбрасывают, разравнивают, утрамбовывают 300 тонн песка для того, чтобы мы там начали строить дом. Я очень надеюсь, что эта идея сработает, что дом мы построим, реализуем. Это немного уменьшит мои долги, позволит мне сделать в башне еще ремонт с нижней части. Вот видите, нижняя часть, она пока не очень выглядит. Я надеюсь доделать. Да, паспорта ребятам я верну, вы не сомневайтесь. Может показаться из моего сбивчивого такого выступления, что я всех призываю не уповать, а рисковать. Немедля бросить свою скучную работу или там скучное ненужное образование и пойти заниматься чем-то, о чем вы давно мечтали. На самом деле нет. Все мое выступление посвящено очень простой мысли. Уповать или рисковать – это, разумеется, личный выбор каждого человека. Но перед тем, как этот выбор сделать, перед тем, как принять какие-то решения, имеет смысл задуматься. Имеет смысл тщательно спланировать и понять, какие будут последствия. Всю жизнь я собирал шишки из-за неспособности делать это, но надеюсь, что бесценный опыт какой-то накопился, и может быть теперь все будет немного лучше вот в этом моем строительном проекте. Каждому из нас от рождения дан совершенно уникальный ресурс. Если об этом задуматься, что мы уже победители в большом конкурсе среди миллионов сперматозоидов, каждому из нас был дан большой дар. Это наше здоровье, голова, руки, ваши близкие. И нужно очень хорошо представлять, как вы этим распорядитесь. На что вы хотите потратить эти свои ресурсы, как вы их хотите выложить. Хотите ли вы уповать как-то на, не знаю, карьерный рост в могучей транснациональной корпорации, на реализацию ваших творческих инициатив, на какое-то собственное предпринимательство или на спасение китов в Арктике. Я не призываю вас вот прямо сейчас все бросить и, не дослушивая меня, пойти спасать китов в Арктике, если у вас к этому лежит душа. Но также осмелюсь напомнить о том, что ресурс этот, который нам выдан, каждому из нас, он конечен. И по историческим меркам, и уж тем более по космическим меркам, он вообще ничтожен. Сегодня вам 18 лет, и кажется, что все дороги перед вами открыты, а завтра вам 40, здоровье уже не то, и груз обязательств не дает никуда дернуться. Хотя, опять же, не стоит забывать пример полковника Сандерса из КФЦ. Он там на старости лет пришел к успеху. В общем, наверное, вот это и есть главная мысль, которую я пытался донести. Меня зовут Александр Лунев, мне 36 лет. Я езжу на старом разваливающемся Nissan March и с большим оптимизмом смотрю в будущее. Спасибо.